Губернатор наш достаточно открытый и прямая линия это один из инструментов его взаимодействия с гражданами, жителями. Эта линия уже не имеет эффект новизны, потому что проводится не первый раз. И в принципе губернатор и так достаточно открытый, у него много форматов взаимодействия. Тем не менее, я зашел сейчас на сайт правительства Камчинского края и посмотрел, что в данный момент уже на прямую линию поступило 1130 вопросов. И многие вопросы имеют реакцию по 3000 так называемых лайков, голосов поддержки. Мне кажется, это говорит о том, что такой формат востребован и говорит о том, что люди хотят услышать ответы на свои вопросы непосредственно от первого, от высшего должного лица в Камчинском крае. И таким образом, они помимо того, что просто получают информационную поддержку, они участвуют, на мой взгляд, в управлении регионом. Потому что именно они ставят вопросы в повестку дня, они сдают тренды, они выделяют наиболее важные вопросы. В дальнейшем эти вопросы люди же контролируют и получают обратную связь. Как пример, хочу привести прошлую линию, когда максимальное количество реакций и максимальное количество поддержки вызвал вопрос, связанный с жильем военнослужащим. И далее уже наш комитет подключился к данному вопросу, потому что раз люди считают его актуальным, мы тоже не могли остаться стороне. И с своей стороны мы тоже писали в органы федеральной власти обращение в поддержку жителей, которые задали данный вопрос. И сейчас мне тоже было интересно, какие тренды у нас. Я зашел, прочитал вопросы, которые люди задают и кое-что подчеркнул для работы нашего комитета. Потому что считаю, что этот тренд на открытость важен не только губернатору, но этому тренду должны следовать в том числе и другие органы власти, исполнительные, законодательные и так далее. В том числе, возможно, и органы местного самоправления. Потому что это возможность, помимо того, чтобы отчитаться о своей работе, еще и оперативно решить многие вопросы, которые нуждаются в решении именно прямо здесь и сейчас.